Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем четвертую главу Евангелия от Иоанна. Эта глава начинается с указания о том, что Христос проповедует по Иудеи, его проповедь пользуется невероятным успехом, к нему приходит креститься больше народа, чем приходило к Иоанну Крестителю. Это вызывает некие подозрения и недовольство фарисеев, и именно это недовольство фарисеев становится причиной, что на некоторое время лучше удалиться. И Христос возвращается к себе на родину, в Галилею. И те, кто был в Святой Земле, знают, что для того, чтобы пройти из Иудеи в Галилею, есть два пути. Один из них короткий, но очень опасный, через Самарию, поскольку самаритяне не терпели иудеев, и поэтому очень часто на них нападали, и это было очень опасно для жизни. Другой путь был кружным вдоль долины реки Иоордан, но Христос идет по короткому пути. Вероятно, он отправляется в путь на восходе Солнца, и вот в полдень, в шестой час, он приближается к месту, которое называется Сихарь, близ участка земли, который Иосиф получил от своего отца Якова. Все эти указания говорят о том, что мы оказываемся в атмосфере патриархов. Это места, которые овеяны славой патриарха Авраама. Где-то здесь, неподалеку, есть Мамврийская Дубрава, где явились три путника. Это места, связанные с первыми великими благословениями, которые праотцы, великие патриархи давали своим сыновьям. И как будто именно здесь и должно исполниться нечто совершенно важное и неслыханное до сих пор. И Христос, как говорит евангелист Иоанн, утрудился от пути. В действительности, все слова, которые употребляет Иоанн, они имеют второе значение. Мы с вами говорили, что времена и указания часа – это не только хронология, это всегда еще некий символ. И шестой час на языке евангелиста – это, конечно, час крестной смерти Христа. Именно в шестой час он умирает на кресте, это момент его агонии и славы. И поэтому здесь палящий полдень одновременно и указания на какую-то полноту славы, которая откроется в конце. Слово «утрудившись от пути» тоже означает не просто какую-то усталость. Понятно, ты был в пути в течение полудня, и ты устал, шествуя в пустыне. Но слово «трудиться» в языке Иоанна тоже означает родовые муки женщины. И поэтому указания, мягкий намек на те крестные страдания, которые предстоит пережить Христу. И нужно понять, что это не просто какие-то благочестивые фантазии, которые можно так прикрепить к этому тексту. Действительно, это прошито очень глубоко в языке Иоанна. И Христос садится у колодца. Колодцы – тоже совершенно уникальное место в Святой Земле, поскольку вода – это синоним жизни в пустыне. Колодец – это место, где совершаются самые главные события в жизни человека. Например, совершаются помолвки, заключаются заветы, заключаются союзы. И это место встречи, совершенно уникальное место. И вот около шестого часа в полдень, когда все стараются быть дома для того, чтобы не страдать от жары, и поэтому никто не ходит в этот час по улице, он приходит и видит, что здесь есть женщина из Самарии. Она пришла подчеркнуть воды. И дальше между ними происходит диалог. И все Евангелие построено как очень искусная игра, реплик, где обыгрывается непонимание или недопонимание участников диалога. Поэтому слова, которые обращает к ней Христос – «Дай мне пить». Самарянка видит в нем человека, который говорит с акцентом, он из Галилеи, но он иудей, и поэтому она удивлена, что иудей просит у нее пить. «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Действительно, слово «самарянин» для иудея это было некое ругательство. Поэтому они не только не общались, но вообще относились с чрезвычайной ненавистью и презрением. И такое событие, что мужчина говорит с женщиной один на один у колодца, тем более иудей говорит с самарянкой, это вещи, которые совершенно не укладываются в сознание любого благочестивого человека. И так самарянка шокирована этим сюрпризом. Этот странный собеседник очень не похож. Он не похож ни на кого. Иисус ей сказал в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он бы дал тебе воду живую». Еще больший сюрприз, который ждет самарянку. Этот собеседник настолько необычен, что разговаривает с самарянкой. Более того, он говорит, что он хозяин этого колодца. На что женщина резонанс дает вопрос, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, действительно колодец Якова, 30 метров глубиной, один из самых глубоких в Святой Земле. И откуда же у тебя вода живая?» Со словом «вода живая» новые сюрпризы, потому что вода живая – это та, которая противопоставляется мертвой воде, воде, которая хранится в цистернах, в каких-то сосудах, и поэтому она быстро портится. Вода живая – это вода источника, вода реки, вода движущаяся. И поэтому в пустыне только Бог знает, где под землей в глубине скрывается вода живая. И поэтому он задает вопрос, «А откуда у тебя вода живая?» «Неужели ты больше отца нашего Якова?» Здесь опять евангелист играет словами, «Оказывается, перед ней стоит некто, кто больше отца Якова». Яков обнаружил этот колодец, и из этого колодца и он сам пил, и дети его пили, и скот пил, и потомки тоже пользуются этой водой. «Неужели ты больше отца нашего Якова?» Это первый вопрос, который открывает путь, и на этом пути будут разные вехи. Сначала Самарянка подозревает, что перед ней странный Иудей, затем оказывается, этот Иудей, он больше и более великий, чем их патриарх Иаков, затем он пророк, и затем в конце она исповедует его как Мессию, как Сына Божия. И дальше начинается удивительная игра. Каждый говорит о своем. Женщина думает о земной воде, о материальной воде, но Христос с ней говорит о чем-то, что стоит по ту сторону земного, и может быть в самом средоточии этой земной воды, потому что в действительности он говорит о духе и о жизни, которая содержится в этой воде. Женщина думает о чем-то очень прагматичном, о том, как ей не приходить опять к колодцу, не испытывать жажды, это позволит сэкономить силы и так далее, но Христос говорит, что я могу тебе дать нечто еще большее, чем ты можешь придумать. И женщина говорит ему в конце, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Для того, чтобы перевести диалог в какую-то другую тему, Иисус неожиданно говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Этот удар оказывается ниже пояса для женщины, потому что она действительно находится в очень сложной семейной ситуации. Она собирается с мужеством и говорит ему, у меня нет мужа. В действительности она лукавит. Но Христа нисколько не смущает, что отчасти она лукавит, он находит в ее словах долю правды и опирается на эту правду. Ты правду сказала, у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это ты сказала правду. Женщина совершенно изумлена такой прозорливостью своего собеседника, и поэтому переходит на следующую ступень познания. Господи, вижу, что ты пророк. Для того, чтобы уйти от неловкого разговора, она переводит тему в другую плоскость. Она говорит о богословии, о религии. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Для евангелиста Иоанна слово «место» имеет совершенно конкретное и очень важное значение. И Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Богу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланимся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Отец». Женщина мыслит как земное существо, она мыслит в категориях рукотворного храма. На горе Горезимы рядом у самарян был свой храм, который был соперником Иерусалимского храма. Здесь совершались жертвоприношения. Эта гора выше, чем гора Сион, но уже несколько десятилетий, как этот храм разрушен, и поклонение в нем прекратилось. Христос намекает на то, что приближается и час Иерусалимского храма, очень скоро и его не станет, потому что истинным местом поклонения Богу является Дух и Истина. На языке Иоанна это означает абсолютные синонимы. Речь идет о Духе, который и есть Истина. Новым храмом, в котором будут поклоняться, это будут сердца людей, это будет община учеников Христа. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщине эти пророчества кажутся очень странными, необычными, хотя что-то в глубине ее наверняка уже просыпается, и у нее есть предчувствие какого-то великого откровения, однозначно ее смущает этот разговор, поэтому она переводит тоже разговор немножко в другое русло. Она произносит очень странное слово «знаю». И здесь, как очень часто у евангелиста происходит игра между теми, кто знает, для того, чтобы закрыть тему, но роль Христа и задача, которая будет решена во время этой встречи, для того, чтобы показать, что по-настоящему ты не знаешь, тебе лишь предстоит узнать. Самарянка говорит, как очень часто мы говорим, «Знаю, я это уже слышал, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Когда наступит нужный момент, я все узнаю, спасибо, разговор, можно на этом закончить». И дальше Христос совершает совершенно невероятный шаг и оказывает, ставит фактически ей мат. Иисус говорит, «Это Я, который говорит с тобой. В действительности, час уже пробил, и тот, которого ты ждешь, он перед тобой. Аз есмь». Женщина в изумлении и совершенно вне себя от посетившего ее откровения удаляется. И в это время возвращаются ученики, которые удалились для того, чтобы купить пищу. И что их удивляет? Их удивляет внешняя декорация. Они видят, что их учитель говорит с женщиной. Обычно этого не происходит. Однако же ни один из них не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. А женщина в этот момент удаляется в свое селение. Она бежит к жителям и возвещает им, «Пойдите, посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Все селение приходит в движение, всех будоражит этот вопрос. Вдруг Мессия уже пришел, долгожданный Мессия. И эта женщина, которая, понятно, в полдень искала уединения и, может быть, предпочла бы ни с кем из своих соотечественников не встречаться, сейчас становится в каком-то степени апостолом и приводит с собой все селение. Между тем, разговор учеников и Христа продолжается. Они ему говорят, «Рови, ешь». Они принесли пищу для того, чтобы утолить голод и жажду. Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Опять же, мы здесь видим новую игру, как есть вода физическая, вода, которая утоляет жажду, но потом ты опять жаждешь. И есть вода духовная, вода, которая действительно становится источником жизни, неуловимой жизни, божественной жизни. Точно так же здесь и есть пища физическая и есть пища, которой ученики пока не знают. Видите, опять возвращается этот ключевой глагол «знаю», «не знаю». И ученики говорят между собой, может быть, кто-то принес ему поесть, и Иисус им говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». О том, в чем состоит исполнение воли и в чем состоит дело Христа, речь пойдет на протяжении всего Евангелия. Но первое, что здесь говорится, дело Христа сравнивается с жатвой. Точно так же, как жнец приходит для того, чтобы собрать урожай, точно так же и Христос приходит на землю для того, чтобы завершить дело, которое начал Отец. И образ урожая, образ жатвы всегда становится метафорой суда. Есть пословицы, поэтому Христос ее цитирует. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва, что еще рано, праздник урожая еще впереди, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». В действительности Христос приглашает взглянуть в сторону полей, которые побелели в знак того, что приближается жатва, и ученики, может быть, видят пшеницу или какое-то другое растение, но вдали уже идут самаряне, и для Христа побелевшие нивы это созревшие души людей, которые ждут Мессию и готовы его принять. Дальше Христос статирует другую известную пословицу «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что сеющий и жнущий вместе радоваться будут». И в этом случае справедливое изречение «один сеет, другой жмет». Действительно, народная мудрость говорит «один сеет, другой жмет». Один бросает семена в землю и, может быть, он не доживет до момента жатвы. И вообще бывают такие моменты, когда по-настоящему урожай собирают дети или следующие поколения. Но здесь Христос говорит о каком-то очень странном жнеце и сеятеле, которые одновременно и сеют, и жнут, потому что их объединяет общая радость. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Легко можно догадаться, что речь идет о великих пророках, праведниках, патриархах, которые ожидали того момента, когда придет Мессия. А Христос говорит апостолам, «Вы мои ученики, и вы входите в их труд. Плоды их труда предстоит пожинать вам». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщине, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христоса». Здесь очень важный мотив того, что самаряне оказывают гостеприимство. В прологе была заявлена трагедия Мессии. Он приходит к своим, к иудеям, в свою семью, и свои его не принимают, не пускают на порог. Здесь он оказывается среди чужих, среди врагов, но они ему оказывают гостеприимство не просто его принимают, но он там остается. Глагол «пребывать» всегда тоже имеет особую нагрузку. Христос остается в этом селении два дня и пользуется гостеприимством настолько, что здесь возникает своя община, община учеников, которые уже верят не только потому, что было свидетельство первой женщины, самарянки, но потому, что они сами видели, услышали и узнали Христа. По исцелении этих двух дней происходит возвращение Христа в Галилею. Он возвращается, и первое чудо, которое он совершает в Кане Галилейской, было превращение воды в вино. И наша глава заканчивается другим чудом – исцеление сына царедворца в Капернауме. И здесь очень важно понять, что все чудеса, которые совершает Христос, это не просто какие-то невероятные фокусы, которые могут вызвать удивление или даже пробудить свою верную веру в человеке. Каждое из этих чудес есть некий знак. И поэтому, как иероглиф, в нем зашифрована некая весть. И вот, в частности, здесь от того, что Христос способен исцелить, говорится о том, что он источник жизни и исцелении, в нем вся полнота божественной благодати, и сын, которого он исцеляет, в действительности является сыном царедворца. И это указание на какое-то царское, неведанное нам достоинство того, кого исцелит Христос, в действительности станет намеком на то, что сам Христос есть тоже царь и царский сын. И таким образом, вот это второе чудо в Галилее, является продолжением того первого чуда, которым является и открывается ученикам мессианства их Учителя Христа. На портале Экзогетру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко и Санкт-Петербурга.